здравствуйте дорогие зрители шалом друзья рузы хайрбо привет вам вы на первом еврейском телеканале это итоговая программа два кадра в студии братья их вас и и вот какие темы для вас подготовила наш творческая группа как в израиле отметили российские праздники наши не остались стороне девочки желают мамы беспокоятся тревоги женской части армии обороны израиля было предано земле страшное эхо холокоста в наши дни процесс пошел сара и я ир натаньяу против и худо ольмерта аспирант репатриан алия против утечки мозгов мы начинаем и начинаем с того что эрнест хамингуэй когда-то назвал праздник который всегда с тобой причем это одинаково относится и к россиянам и к израильтянам праздничные дни и памятные для россии даты отметили в июне 2022 года в израиле где живет крупнейшая на ближнем востоке община выходцев из советского союза и российской федерации сообщества россиян в израиле самое многочисленное в мире в процентном отношении с россией связан каждый 12 израильтянин российские праздники и важные даты для русского народа его истории и культуры отмечают в израиле выходцы из стран постсоветского пространства российские места памятны годами учебы или воинской службы короткого или долгого проживания в стране советов много и таких семей где муж или жена россияне а супруг выходец из другой республики советского союза день россии в нынешнем году выпал на воскресенье поэтому выходной день перенесли на понедельник русские в израиле отметили его специальной акцией они развернули в парке тель-авива самый большой в регионе российский триколор площадью 600 квадратных метров акцию организовали ассоциация мост памяти при содействии посольства россии в израиле и русский дом в тель-авиве незадолго до дня россии в тель-авиве прошел поэтический праздник известный как пушкинский день он уже проводился в древнем яфа где есть улица александра сергеевича пушкина на улице пушкина 69 в начале прошлого века была первая в палестине тель-авивская городская публичная библиотека на русском языке книги привезли иммигранты из российской империи в память об этой библиотеке через восемь лет после образования государства израиль 16 августа 1956 года муниципалитет дал этой явской улице имя пушкина она упирается в улицу имени другого классика русской литературы алексея максимовича горького а еще в тель-авиве недалеко от пушкинской есть улицы короленко и вахтангово в 1996 году на здании бывшей библиотеки на пушкина установили памятную доску к сожалению ее похитили местные охотники за цветными металлами поиск доски ни к чему не привел вопрос восстановления памятного знака и водружение его на прежнее место актуален до сих пор это не мешает поклонникам пушкинской лиры и всем кому дорогая русская литература и культура каждый год 6 июня собираться на улице пушкина в этом году дата была посвящена двухсот двадцати трехлетию великого поэта в израиле пушкинский день называют днем русского языка на пушкинский праздник собрались русскоязычные семьи филологи искусствоведы из иерусалима не тани и тель-авива на праздники языка и поэзии звучали произведения александра сергеевича в исполнении детей из русскоязычных семей родившиеся в израиле это были победители международного конкурса юных чтецов живая классика в израиле и участники флешмоба мой пушкин в израиль литературную встречу поддержал русский дом в тель-авиве бывший российский культурный центр посольства российской федерации в израиле оригинальную акцию тоже связанную со страной исхода провели русскоязычные израильтяне в курортном городе нетания здесь в городском парке состоялось праздничное мероприятие для детей и взрослых под названием посиделки у пионерского костра совместив близкие даты 100-летие пионерской организации и международный день защиты детей организаторы праздника в белых рубашках и красных пионерских галстуках дали волю ностальгии и веселью горел пионерский костер трубил горн бил барабан а юные и взрослые участники акции играли в известные каждому советскому пионеру игры состязались в ловкости и пели пионерские песни в праздники приняли участие около ста человек половина дети и внуки бывших пионеров и пионеры заводил и праздника сотрудники посольства россии и активисты русского дома в тель-авиве посты в социальных сетях и кадры с этого мероприятия вызвали неоднозначную реакцию в общине выходцев из ссср но праздник есть праздник особенно если он всегда с тобой страшное эхо холокоста не стихает больше 80 лет новые находки взывают к памяти и сердцам потомков одна из них заставила вспомнить не только годы катастрофы но и первую послевоенную пору в молодой еврейской стране в израиле на иерусалимском кладбище погребального братства хевра кадиша прошло захоронение куска мыла которое произвели в годы второй мировой войны из биологического материала убитых евреев похороны провели согласно иудейским обрядом которые требуют захоронения всех частей человеческого тела над могилой прочли поминальную молитву кадиш этот брусок привез в израиль один из новых репатриантов мыло хранилось в семье самой войны и передавалось из поколения в поколение собираясь в израиль репатриант решил взять кусок с собой чтобы похоронить его по-еврейски никакие исследования подтверждающие состав этого мыла перед захоронением не проводили дабы не нарушать традицию в течение многих десятилетий после окончания войны существовала версия об использовании материала узников концлагерей для изготовления мыла ее поддерживали люди прошедшие холокост и выжившие в лагерном аду своих показаниях на нюрнбергском процессе они рассказывали что немецкие надсмотрщики и палачи издевательски сообщали им что они моются мылом изготовленным из их родных и близких на сотнях послевоенных фотографий запечатлены захоронение кусков мыла в соответствии с еврейским религиозным обрядом уцелевшие в катастрофе полагали что таким образом они придадут земле останки своих родных мыло из человеческого жира изготавливал немецкий профессор рудольф шпанер для этого он использовал тела заключенных из тюрем данцига и кенигсберга и всего сварил около 100 килограммов такого мыла есть и вторая версия что мыло из людей это миф но доказать ее до сих пор не удалось зато исследование пресловутых абажуров перчаток и сумочек немецких убийц подтвердило что их шили из человеческой кожи тогда вопрос что могло остановить гитлеровских людоедов от производства мыла из людей ничего в израиле послевоенные годы узников концлагерей не всегда встречали радушно горделивые израильтяне не видевшие ужасов войны считали этих людей послушными жертвами и не могли взять в толк почему они тогда не сопротивлялись на отношении прошедшим холокост сказывалась слабая информированность местных евреев о том что на самом деле происходило с их соплеменниками и единоверцами в европе кроме того военные успехи израиля его победы над армиями арабских агрессоров внушали населению молодой страны мысль о непобедимости во всех войнах сороковых пятидесятых и шестидесятых годов принимали участие сражались и гибли люди которых опалила катастрофа европейского еврейства тем не менее зловещие оскорбление сабон что в переводе значит мыло преследовало выживших в катастрофе многие годы бывшим лагерникам пришлось хлебнуть унижение и недоверие уже после войны от своих родных первые общественные организации израильтян переживших катастрофу появились только в 60-70-е годы до этого евреи из лагерей смерти собирались только небольшими группами все изменилось когда у власти оказались бывшие жертвы холокоста узники и борцы с нацизмом к таким можно отнести экс-министра йосефа томми лапида его сына главу израильского мида я ир лапида бывшего главного раввина исраэла мэйр лау и многих других справедливость восторжествовала только в 80-е 90-е годы прошлого века забота и уважение проявились в законах и положениях предоставляющих льготы узникам концлагерей гетто особенно это усилилось с прибытием в израиль большой армии бывших фронтовиков участников второй мировой войны жертв холокоста детей и беженцев войны подтверждение тому недавние шаги министра финансов авигдора либермана законы принятые в последние месяцы увеличили материальную помощь и размер пособий и льгот выжившим в холокосте а теперь давайте осознаем с того времени когда в спину этим людям летело слово мыло до нынешней поры прошли долгие десятилетия в израиле самого верха из мида и правительства предупредили граждан об опасности полетов в стамбул и вообще в турцию такая поездка может стоить жизни предостерегли граждан в израильском миле это вызвано событиями последних недель когда израильские силы безопасности предотвратили попытку ирана нанести удар по израильским объектам на территории турции заранее предупредили турецкую разведслужбу и иранские террористические ячейки были обезврежены иран обвиняет израиль в недавней ликвидации полковника корпуса стражей исламской революции саяда хадеи и нанесение губительного вреда здоровью ведущим ученым атомщиком занимавшимся разработкой иранского ядерного оружия месть исламских фанатиков может обрушиться на израильтян находящихся в турции серия попыток убить или похитить граждан израиля отдыхающих на турецких курортах или совершающих экскурсии по стране уже была предпринята и пресечена иранские террористы не остановится ни перед чем считают в израиле именно поэтому власти и органы госбезопасности потребовали от граждан отказаться от опасного путешествия а тем кто уже находится в турции немедленно вернуться домой на родину предостережение прозвучали как из кабинета министров так и из управления по борьбе с террором при совете национальной безопасности оперативный штаб национальной безопасности сделал более ста звонков гражданам израиля находящимся в турции с просьбой немедленно покинуть эту страну и вернуться на родину многие вняли предупреждением и вернулись но еще сотни израильтян предпочли не прерывать отпуск и остаться в турции а многие пассажиры не отменили даже свои полеты и отправились в турцию уже когда прозвучали предостережение об угрозе терактов против израильских граждан самолеты в турцию вылетали каждые полчаса вот уж действительно бесшабашный народ тем не менее пусть это предупреждение прозвучит в нашем эфире и вот еще что сказал по этому поводу министр иностранных дел и сменный премьер-министр израиля яир лапид после событий последних недель в турции и после серии попыток иранских терактов против израильтян отправившихся на отдых в стамбул призываем израильтян не лететь в стамбул и если у вас нет жизненной необходимости не лететь в турцию вообще если вы уже находитесь в стамбуле возвращайтесь в израиль как можно скорее израильские службы безопасности министерство иностранных дел канцелярия премьер-министра и все мы в последние недели были участниками огромных усилий по спасению жизни израильтян некоторые из них вернулись в израиль не зная что их жизнь была спасена террористические акты готовились против израильтян отправившихся в отпуск террористы целенаправленно выбирают израильских граждан чтобы похищать или убивать их это может произойти с кем угодно это реальная и непосредственная опасность если вы запланировали полет в стамбул отмените никакой отпуск не стоит вашей жизни и жизни ваших близких прислушайтесь к рекомендациям которые мы выпускаем мы постоянно обновляем инструкции в соответствии с оценкой ситуации я хотел бы поблагодарить правительство турции за усилия которые она прилагает для защиты жизни израильских граждан туризм в турции важен для обеих стран но там тоже понимают что есть риски на которые идти нельзя я также хочу передать послание иранцам тот кто причинит вред израильтянам не избежит возмездия длинная рука израиля настигнет его где бы он не скрывался мы надеемся и верим что это предупреждение не будет на долгий период это туристический сезон и будут предприняты все усилия чтобы обеспечить безопасность в короткие сроки что позволит израильтянам вернуться в турцию и насладиться всем что она может дать до тех же пор пока предупреждение остается в силе и я призываю всех кто запланировал полет найти другие места для путешествия рано утром в субботу жители тихого и древнего израильского города цфат разбудили оглушительные взрывы с той стороны города да знаешь что это было это был взрыв на центральном автовокзале откуда болели клубы дыма и огня жители цфата подумали что город обстреляли ракеты с территории ливана и началась война однако это была не война хотя все было так на нее похоже что же на самом деле произошло в цфате перед расцветом 11 июня на стоянке центрального автовокзала города цфат неизвестные подожгли 18 автобусов бензобаки которых взрывались один за другим огонь пожирал горюче-смазочные материалы резиновые покрышки облицовку автобусов и кресла в салонах пожар уничтожил многие станционные постройки и помещения на место прибыли пожарные огонь локализовали и погасили спасти не удалось ни один автобус фактически весь транспортный парк цфата уничтожил огонь поездки иногородних религиозных людей приезжающих на шаббат помолиться на могилах цфатских праведников и раввинов а также посетить другие здешние святые места были очень затруднены из-за отсутствия автобусов за две недели до этого та же участь постигла 8 автобусов в северной части приграничного города кирьятшмуна в результате поджогов причинен ущерб в десятки миллионов шекелей и в кирьятшмане и в цфате причиной возгорания стал умышленный поджог одна из полицейских версий рэкет дескать все это криминальные разборки преступных элементов крышующих автобусные компании на севере израиля в происшедшем ввинят банды из арабской деревни туба зангария в нескольких километрах к востоку от сфата и в 25 километрах южнее кирьятшманы еще одна версия арабский теракт ее рассматривают израильские службы безопасности в данном случае бандиты рассчитывали на экономический ущерб и создание паники у населения также поджигатели хотели чтобы с работы в израильских автобусных компаниях ушли арабы местных деревень этого злоумышленники добиваются давно шантажируя и запугивая арабских водителей на минувшей неделе происшествия на автовокзалах северных приграничных городов обсуждали в министерстве транспорта с участием городских властей и представителей полиции и силовых структур решено выделить средства на восстановление автовокзалов в негеве и галилея пополнение автобусного парка и усиление охраны транспортной инфраструктуры 14 июня автовокзал в цфате возобновил работу после первого этапа восстановления пришло время нашей рубрики неделя в истории слово автору и ведущему николаю лебедевым 140 лет назад 17 июня 1882 года на свет появился человек сыгравший видную роль в истории трех российских революций и вообще в истории россии не только в силу своего личного вклада но и своих семейных связей о чем мы тоже поговорим дальше речь идет о юрий михайлович ларине известном советском большевике и тесте еще более известного большевика николай иванович бухарина юрий михайлович родился как можно догадаться под другим именем и под другой фамилию он появился на свет в симферополе под именем ехиел михал лурье его отец был известным писателем на иврите деятелем палестинофильского то есть ранее шианистского движения матерью будущего революционера была сестра александра и игнатия гранатов издателей известного начале двадцатого века энциклопедического словаря гранаты словарь гранат был своего рода предшественником большой советской энциклопедии то есть наиболее таким монументальным энциклопедическим изданием на русском языке мать к сожалению заболела мышечной атрофии во время беременности отец значит юрия ларина от нее ушел и к сожалению этот недуг то есть мышечная дистрофия передался и младенцу он страдал им всю жизнь и умер тоже в относительно раннем возрасте не дожив и до полувека то есть страдая мышечной атрофии он не мог даже взять одной рукой трубку телефона вынужден было хватать ее двумя руками даже вот эта трубка телефон для него была большой тяжестью понятно что это был физическом плане полный инвалид но в интеллектуальном плане это была совершенно противоположная личность никакой не инвалид а наоборот человек блиставший своим остроумием вообще своими интеллектуальными способностями памятью и так далее он родился в шимферополе как уже было сказано в юности переехал в одессу там сразу влился в революционные движения был в 1902 или третьем году арестованы вышел в якутию в ссылку можно себе представить как человек с так и такого физического состояния вообще в одиночестве пребывал в якутии в ее столице якутске нынешнем но на счастье мир не без добрых людей ему помогли друзья другие революционеры которые его тайна спасу организовали побег вынесли его там из дома в корзине из белья и впоследствии он смог бежать за границу жил в швейцарии в италии через некоторое время вернулся как раз к моменту первой русской революции принял активное участие и в ней потом ему пришлось снова уехать в эмиграцию и в ней находился до первой мировой войны первая мировая война застала его в германии и его как русского подданного депортировали женой в швейцарию а после революции семнадцатого года он естественно вернулся в россию работал сначала в петрограде потом в москве и в основном он специализировался на экономике в первые годы советской власти он был одним из организаторов и идеологов как мы знаем так называемого военного коммунизма то есть этапа в экономическом развитии советского союза когда но не советского союза также советской россии еще в первые месяцы после прихода большевиков к власти когда все хозяйственные связи были разрушены имела место огромная инфляция и фактически не нашлось никакого другого выхода для продолжения какой-либо экономической деятельности в государстве кроме военного коммунизма то есть отмена денежного обращения введение натуральных налогов и так далее причем ларин отстаивал сохранение военного коммунизма и уже после того как эта политика была признана отжившей признана уже недееспособной была заменена на новую экономическую политику на нэп ларин всячески утверждал активно утверждал что именно первым этапом перехода к настоящему коммунизм является военный коммунизм и активно ратовал за отмену денежного обращения в советском государстве и даже когда было принято в двадцать втором году решение о организации в москве планово экономического института ленин когда читал список значит будущих там руководителей сотрудников этого института вычеркнул ларина оттуда сказал это уже чересчур будет и действительно он был таким вот можно сказать ортодоксальным марксистом который видел в марксизме именно своего рода догму как мы знаем еще сталин говорил мы конечно не сталинисты но эту фразу сталина можно трактовать творчески станет говорил марксизм не догма руководство к действию то есть он оправдывал всяческие извращения марксизма но действительно марксизм творческие учения не догмы и то что писали маркс и ангельс в середине 19 века в англии германии нельзя механически переносить на почву советского союза начала 20 века возможно ларин этого не понимал а возможно просто это была его сознательная такая позиция но тем не менее он дожил до тридцать второго года когда его это мышечная дистрофия уже дошла до крайней стадии и значит скончался не дожив там нескольких месяцев до своего полувекового юбилея можно не сомневаться что если бы он прожил еще 5-6 лет он стал бы жертвой на одном из московских процессов которые проходили в 36 37 году жертвами которых стали его друзья сначала каменьев зиновьев там рада крыков и так далее все старые большевики почти без исключения в этом смысле ему в какой-то степени повезло интересно что ларин в отличие от других большевиков еврейского происхождения которые тщательно открещивались так скажем отказывались от еврейского вопроса делали вид что их это не касается что как троцкий говорил я не еврей я социал-демократ так вот ларину видимо было присуще в какой-то степени еврейское самосознание в двадцатый начало тридцатых годов он много писал о положении еврейского населения в советском союзе активно боролся с антисемитизмом он был одним из моторов можно сказать организаторов компаний по борьбе с антисемитизмом в ссср надо сказать что эта компания приобретал несколько курьезные масштабы то есть за оброненное кем-то словом жить могли дать реальный уголовный срок наказания в нескольких месяцев даже возникла тогда такая поговорка как один человек стоит на остановке трамвайной и другой подходит спрашивает что ты здесь делаешь он говорит я под евреевую трамвай то есть вот до таких курьезных таких курьезных масштабов доходила эта компания но при этом надо сказать что она носила весьма поверхностный характер и естественно что искоренить антисемитизм полностью она никак не могла кроме того лаврин был активным сторонником создания еврейских сельскохозяйственных поселений на территории в основном южных районов украины в крыму под одессой там в днепропетровской херсонской областях и активным противником биробиджанского проект то есть создание еврейской автономии на дальнем востоке что тоже вряд ли ему простили если бы он дожил до 37 года кстати один из еврейских сельскохозяйственных районов образованных в том числе по инициативе ларина в крыму получил название ларин дорф то есть деревня ларина очень интересны семейные связи ларина своих детей у него не было и он установил осиротевшую племянницу своей жены по имени анна 1914 года рождения которые спустя годы в двадцатилетнем возрасте в тридцать пятом году стала женой николая бухарина и с бухариным они прожили буквально там пару лет на втором московском процессе он был осужден и расстрелян а сама анна михайловна ларина так она эту фамилию сохранила на всю жизнь и так эта фамилия перешла и ее потомкам родила сына от бухарина в тридцать шестом году он тоже воспитывался там по детским учреждениям по разным приютом скитался уже после двадцатого съезда в конце пятидесятых годов мать сыном соединилась юрий николаевич ларин получил инженерное образование впоследствии выбрал стезю художника он стал довольно известным живописцем его знают в художественном мире умер он в 2014 году а сейчас продолжателем этой славной династии является его сын николай ларин который посвятил свою жизнь футболу является директором футбольной школы в московском районе чертана вот так сложилась судьба незаврядной личности юрия михайловича ларина и его потомков в тель-авиве на минувшей неделе продолжился судебный процесс напоминающий последнюю фразу из старого еврейского анекдота рабинович не псих но вы меня извините самое интересное что ответчиком по делу о клевете на суде выступает один бывший глава израильского правительства и худ ольмер а истцами жена и сын другого премьер-министра бениамина нетаньяху в мировом суде тель-авива продолжается рассмотрение иска семьи бывшего премьер-министра израиля бениамина нетаньяху против экс-премьера и худо ольмерта истцы требуют выплатить им 837 тысяч шекелей за то что в двух интервью ольмерт назвал их душевно больными и худ ольмерт отказался взять свои слова назад и заявил что душевно больные не оскорбление он также утверждал что сара и старший сын я ир нетаньяху проходили психиатрическое лечение дома и за границей и они будучи нездоровыми людьми вмешивались в политику государства израиль сара и я ир сочли сказанное ольмертом клеветой и подали на отставного политика в суд бениамин нетаньяху выступая в суде сказал что слова псих сумасшедший и тому подобное которые часто говорятся в полемическом запале очень отличаются от выставления клинического диагноза в ответе предоставленным в суд коль мир требовал чтобы беньямин сара и я ир прошли проверку у психиатра представители ольмерта попросили семью нетаньяху перечислить все случаи с 1996 года по настоящее время когда те обращались за психиатрической помощью или принимали психиатрические препараты сара нетаньяху клятвенно подтвердила что она не лечилась как утверждал ответчик психиатрической клинике в австрии и в подтверждение представила свой заграничный паспорт даркон и худ ольмерт подчеркнул что он не врач и не может ставить диагнозы его слова выражали мнение составленное на основании поведения этих людей ольмерт заметил что ни в коем случае не считает психическое заболевание чем-то постыдным относится к душевно больным с полным уважением и сочувствием и всего лишь не хочет чтобы они управляли государством тезис о том что сара и я ир принимали самое непосредственное участие в государственных делах ольмерт также намерен доказать суде бывшие советники премьер-министра мир хефиц и узи арад дали на прошлой неделе показания в суде как свидетели защиты согласно их показаниям старший сын премьер-министра я ир ворвался в 2017 году на совещание где обсуждалось компромиссное соглашение между нетаньяху и лидером партии кулану маша кахлоном по вопросу о корпорации общественного вещания и устроил скандал молодой человек вел себя неадекватно оскорблял присутствовавших из собственного отца один из свидетелей слышал также как сара нетаньяху пеняла мужу что я ир прекратил принимать пищу в знак протеста против того что отец отстранил его от участия в управлении государством израиль ответчик дал понять что располагает и другими свидетельствами людей входивших в близкий круг нетаньяху ольмерт уверен эти люди могут подтвердить что жена и сын тогдашнего премьер-министра активно вмешивались в деятельность мужа и отца они оказывали давление шантажировали своим здоровьем и семейными отношениями а также устраивали сцены иногда публичные которые могли дать повод сомневаться в психической уравновешенности членов семьи главы правительства тем не менее ольмерту в любом случае не следовало называть родных и близких нетаньяху душевно больными так как это либо раскрытие конфиденциальной медицинской информации либо клевета судья амит яриф подчеркнул что задачи суда будет не выяснение медицинских диагнозов а лишь определение обоснованности слов ответчика суд продолжается и шансы ольмерта не проиграть дело малы фотографии красивых израильских девушек в военной форме с автоматами через плечо в патруле или на армейских учениях это визитная карточка циала служба женщин в армии обороны израиля это традиция долг и неотъемлемое право гражданок еврейской страны это священная корова на которую в израиле не осмеливаются посягать ошибаешься хотя возможности девушек в армии постоянно расширяются они осваивают новые военные специальности но иногда раздаются голоса за отмену или хотя бы резкое ограничение женской службы как пережитка прошлого как атовизма анахронизма совершенно лишнего явления израильской жизни давай посмотрим что же происходило в последние дни на полях боев за право израильтянок защищать свою родину не успел богатс высший суд справедливости израиля вынести вердикт о возможности девушкам призываться в элитные инженерные войска цала сразу появились протесты против этого решения речь шла о пилотном проекте который в случае успеха открывает в будущем для призывниц новые возможности в армии суд принял во внимание кропотливую работу внутри армейской комиссии которая в течение двух лет изучала способность девушек служить в элитных боевых подразделениях наравне с юношами если они соответствуют критериям физической подготовки и психологического здоровья но далеко не все в израиле выступают сторонниками женской службы в боевых частях бронетанковых и инженерных подразделениях на неделе более тысячи женщин адресовали начальнику генштаба цаала а в его кахаве письмо с требованием не разрешать девушкам проходить службу в боевых частях подписавшие петицию потребовали от начальника генштаба не уступать давлению феминистских организаций в данном случае речь идет о видимости равноправия которая нанесет вред обороноспособности страны в петиции говорится что девушки желающие служить в боевых частях не думают о своем будущем и о том как это может нанести вред их женскому здоровью способности забеременеть выносить и родить ребенка кроме того по мнению авторов петиции служба в боевых частях может привести к психологической травме если они не смогут зарядить танк или совершить марш-бросок наравне с мужчинами получается они не оправдали надежд и оказались хуже мужиков сторонники участия женщин в защите родины отсылают оппонентов к годам формирования государства и его армии они видят в этом высокое гражданское предназначение исполнение долга и важную составляющую израильского патриотизма в ответ противники обязательного призыва девушек говорят времена когда армии не хватало юноши и мужчин давно миновали и демографический баланс позволяет не брать женщин на службу они воюют секретаршами в штабах или выполняют малозначимые функции а средства на повальный призыв и содержание девушек военнослужащих уходят огромные вызывает недоумение сокрытие армии обороны израиля сведений о состоянии здоровья женщин во время боевой службы и после нее сал оправдывается тем что не располагает отдельными женской мужской статистиками по травмам заболеваниям и последствиям функция армии защищать и побеждать а не стричь всех под одну гребенку и не добиваться видимости массовости там где она давно уже не нужна утверждают современные критики устоев цаала самый как принято говорить красивой армии в мире читаем тору набираемся мудрости и храним веру комментарий недельной главы сегодня дает раввин проекта монотеизм михаэль пиковский раф михаэль комментирует недельную главу шлах всем привет в главе тора шлах мы находим довольно непростой момент который связан с историей разведчиков когда народ посылает разведчиков чтобы разведать землю зира или разведчики возвращаются и говорят о том что о земля чудесная но мы не сможем ее захватить все плохо и народ отказывается выполнять указ бога захватить эту землю после этого они получают наказание в виде того что всевышний говорит окей никто тогда не войдет в эту землю народ видя и осознав что была совершена ошибка народ видя что они поступили плохо в глазах бога принимает решение как бы раскаяться и все-таки попробовать захватить эту землю на что они получают указание от мужчин говорят нет все вы не захотели вы получаете свое наказание вашу дело определен не надо теперь делать вот это то есть нужно было сделать это тогда когда это нужно было сделать так как это нужно было сделать теперь когда обстоятельства обстоятельства изменились, вы не преуспеете. Бог не будет с вами, как человек с вами не пойдет, и вы не преуспеете в вашем захвате. Вы должны были победить в этой войне не потому, что вы самые сильные или что-то, а потому, что вас Всевышний поддерживает. Всевышний вас сейчас не поддерживает, поэтому в этой войне вы не победите, и не нужно ее делать. Но люди все равно идут и проигрывают в этой войне, после чего всем становится все понятно. Но что становится понятно, и в чем здесь, собственно, урок и важность понимания того, как мы вообще строим наши взаимоотношения с Богом. Мы сейчас не будем рассматривать вопрос того, почему они не захотели входить в землю Израиля, почему была ошибка разведчиков и так далее. Попробуем разобраться с тем, почему, если они раскаялись в том, что они отказались заходить в землю Израиля, почему, когда они захотели туда зайти, Всевышний говорит нет, что Всевышний такой обидчивый, что он не прощает человека, или, может быть, они раскаялись не до конца. В чем была их ошибка, что их раскаяние не было принято? Ведь план Всевышнего не изменился. То есть, если бы мы видели, что Всевышний вообще отказал народу в праве зайти в землю Израиля, тогда было бы понятно, что это полный отказ, что теперь нет никакого смысла в их действии. Но желание Бога не изменилось. Тогда почему, когда люди захотели пойти на войну и даже готовы были умереть ради этого, даже когда им сказали, что вас Бог не поддерживает, все равно они в таком, наверное, так это выглядит, в порыве отчаяния, все равно сказали, мы все равно, мы осознали, насколько мы поступили неправильно, все равно мы пойдем на смерть, но мы должны предпринять попытку, мы должны это сделать, потому что такова была воля Бога изначально. Почему тогда они не преуспели, почему Всевышний их не поддержал? По сути, на самом деле, ответ довольно простой и на поверхности, но, как это часто бывает, очень часто мы не хотим простые ответы в своей жизни, особенно, когда это касается каких-то, очень каких-то таких горячих моментов, важных и близких к нашему сердцу. Мы хотим сложные ответы, мы не хотим простые ответы, и простой ответ нам кажется, нет, это слишком просто, я хочу вот сложный. Простым ответом здесь является следующее. Если они не сделали то, что Бог им сказал, настоящим раскаянием с их стороны было бы то, что они начали делать то, что Бог сказал. Поскольку дворец им сказал, что нет, вы не зайдете в эту землю, тогда показанием того, что они раскаялись, было бы то, что они приняли бы это внутренне от чистого сердца, то, что теперь мы, да, будем делать то, что дворец сказал. И, может быть, это было бы настоящим их искуплением. То, что они пошли на войну, это выглядело, как такое же отрицание воли Бога. То есть, да, сам порыв их был правильным, само их движение было хорошим, но то, как они его выразили, все равно было сосредоточено на них самих. То есть, это было так же, как не входить в землю Израиля, было их желанием. Только что пришли разведчики, и только что весь народ отказался входить в землю Израиля. Теперь вы говорите, что нет, когда Бог говорит, уже не надо, теперь вы говорите, нет, а мы теперь пойдем. Это тоже не принятие абсолютной воли Всевышнего. Ты должен делать то, что от тебя просят, а не то, что ты сам хочешь. И когда ты будешь делать то, что от тебя просят, в рамках этого ты можешь начать делать то, что ты хочешь. Это проще объяснить на примере взаимоотношений. Когда кто-то кого-то обидел, например, не знаю, некрасивая ситуация, муж поссорился с женой и, например, ударил ее рукой. Вот история с этим вхождением, с этой войной напоминает ситуацию, когда с целью искупить свою вину, попросив прощения, муж говорит, знаешь, что я сделал? Я отрежу себе руку, которую я тебя ударил. Наверное, когда мы хотим выстроить свои отношения, основанные на взаимности, на взаимопонимании, нужно думать не о том, что я хочу сделать, а о том, что нужно тому, с кем я хочу выстроить свои отношения. Так же, как вначале требовалось пойти с верой в Бога, с верой в то, что Всевышний выполняет свои обещания, и это часть этого испытания, и делать то, что Творец просит, а не думать о том, как тебе будет лучше, как тебе брали правильно, и предаваться размышлениям о своих собственных опасениях, о том, как ситуация будет развиваться. Так же и потом, когда обстоятельства изменились, нужно все-таки наконец-то прислушаться к тому, что все-таки от тебя Бог хочет, а не то, что ты сам хочешь по своему собственному усмотрению. Да, безусловно, порыв, выполнить то, что Всевышний от тебя хочет, он сам по себе хорош, но вопрос, нужно ли это делать сейчас, и так ли это нужно делать. И только когда человек сумеет найти в себе силы, открыть свое сердце и разум тому, чтобы начать думать о том, что же вообще-то от него хотят, не что он хочет, не то, как он хочет духовности, не то, как он хочет быть молодцом, а то, что вообще в данном случае в глазах Бога быть молодцом, что от него вообще хотят. Вот когда человек начнет смотреть на себя с этой позиции, со стороны того, чего Всевышний от него хочет, вот тогда он встанет на путь настоящего раскрытия своего собственного потенциала. Тогда он сможет найти место для своего настоящего рвения. И то, что Всевышний не поддержал их, было не в том, что у них не было достаточно решимости, а в том, что они не хотели делать то, что от них требовалось. И так же это работает и в взаимоотношениях между людьми. Чтобы по-настоящему выстраивать хорошее взаимоотношение, нужно начать смотреть на то, что по-настоящему нужно другому человеку. Не то, как я думаю, что нужно другому человеку, не тому образу другого человека, который я сам себе нарисовал, и то, что он сказал, что ему это нужно, вот это для него теперь важно, теперь я буду так делать. Подумай, что этот человек на самом деле хочет, что ему ценно, что ему важно, ему самому. Когда ты это поймешь, вот тогда ты сможешь начать совершать шаги, которые будут по-настоящему хорошими и правильными для другого человека. И, кстати, это будет работать даже в том случае, если другой человек не принимает твой подарок. Ну, допустим, очень часто бывает, что мы по-настоящему кому-то хотим помочь, потому что, например, видим, что этот человек находится в опасности. Например, человек становится жертвой мошенников, которые его очень хорошо окружили. Вытащить такого человека из такой ситуации иногда он тебе не будет благодарен, он даже не узнает о том, от чего ты его спасаешь. Но при этом, если мы хотим, если нас заботит, не быть красивыми, не быть там милыми для этого человека, а по-настоящему ему помочь, сделать то, что важно, то, что будет ему полезно. Если мы хотим действительно сделать что-то хорошее, важно смотреть на то, что будет реальной пользой для другого человека. И когда мы будем смотреть все-таки на вторую сторону в наших взаимоотношениях и с людьми, и с Творцом, тогда мы сумеем, наконец-то, сделать то, что действительно нужно. В начале 90-х на пике большой алии из Советского Союза можно было услышать от коренных израильтян, что двор у них метет кандидат физико-математических наук, а на уборку квартир приходит доктор искусствоведения. Это звучало почти как издевка. Тогда страна бросалась научными кадрами, потому что в Израиле не умели, не понимали и не знали, как их ценить. Государство не понимало, куда девать ученых и специалистов, которые свалились на голову из Советского Союза. Порезали, ты кто? Доктор исторических наук. А ты кто? А я доктор филологических наук. А ты кто? А я доктор экономики, математики, физики, биологии. Понемногу все образовывалось. Многие ученые нашли свое место в науке, в Израиле, и даже выдвинулись в первые ряды исследователей и творцов. Но судьбы некоторых были безнадежно сломаны. И это тоже не секрет. И вот настали времена, когда дефицит научных кадров следует восполнить, причем немедленно. Большая наука долгое время не интересовала молодых израильтян. Взоры повернулись к новым репатриантам. Как это происходит в Израиле в нашем следующем репортаже. Министерство репатриации и интеграции учредило специальную стипендию для репатриантов, решивших посвятить себя научным исследованиям для обучения в аспирантуре израильских вузов и научных центров. Стипендия предназначена для студентов и аспирантов, которые хотят обучаться в Израиле в рамках доктората или постдоктората. Деньги будут выплачиваться через Центр интеграции в науке и через учебное заведение, которое приняло на обучение на соответствующую степень. Выплаты продлятся два или три года до защиты аспирантам диссертации. Новые репатрианты, получившие в странах исхода вторую академическую степень и решившие продолжить научную карьеру в Израиле, могут обращаться с этим вопросом в Центр интеграции в науке за получением стипендии. Перед теми репатриантами, кто недостаточно владеет ивритом или не знает его, поставлено условие. В течение первых шести месяцев нужно учить иврит в Ульпане или с преподавателями. Утечка мозгов беспокоит Израиль очень давно. Каждый 14-й специалист с высшим образованием покидает страну. Это следует из отчета исследовательского центра Кнесета. На каждого израильтянина с высшим образованием, который возвращается из-за границы, приходится четыре дипломированных специалиста, уехавшие работать за рубеж. По уровню утечки мозгов Израиль находится на 17-м месте из 37 возможных в рейтинге Организации Экономического Сотрудничества и Развития ОИСИДИ. Уезжают те, кто может внести вклад в израильскую экономику. В США и Канаде уже существуют академ-городки, населенные израильтянами с высшим образованием, покинувшими родину из-за бесперспективности научной карьеры. Особенно заметен отток кадров из оборонки, наиболее важной и наукоемкой сферы израильской промышленности. Нововведение обещает заметно пополнить академические ряды новыми образованными людьми, желающими двигать вперед израильскую науку. Потери и драмы 90-х, а также тенденция утечки мозгов в начале нынешнего века не должны ни повторяться, ни продолжиться. Еврейская страна больше не намерена сорить талантами и умами. Мы посмотрим. Но что-то верится в это с трудом. Из-за дико-высокого уровня жизни и стоимости жилья молодые люди будут искать благоприятные страны и места, где уровень между расходом и доходом будет не такой огромный, как в Израиле. Ну ладно, будет видно, зачесались уже хорошо. Сегодня у нас особое интервью. Наш собеседник не артист и не режиссер, даже не певец и не композитор. Профессор Евгений Гонтмахер светило экономической науке. Он советский и российский экономист, профессор высшей школы экономики. об экономике российской и мировой, о том, что нам со всем этим делать, о детстве, о юности, в интервью Евгения Шлемовича Гонтмахера. Слушай, какой глубокий и простой человек, да, одновременно. Как может это в нем сочетаться? Глубина, мысль, да, и легкость. Евгений Шлемович Гонтмахер советский и российский экономист, профессор высшей школы экономики, доктор экономических наук, член правления Института современного развития, научный директор экспертной группы Европейский диалог. Евгений Гонтмахер родился 6 июля 1953 года в городе Львов, Украинской СССР, в еврейской семье. В 1970 году переехал в Москву. В 1975 году окончил географический факультет МГУ. С 1975 по 1991 год работал в ЦНИИ Госплана РСФСР. В 1992 году Евгений Шлемович начальник управления Минтруда России. С 1997 по 2003 год начальник департамента социального развития аппарата правительства Российской Федерации. В 2000 году доктор экономических наук писал диссертацию по теме «Экономические основы социальной политики в условиях реформ». В 2003-2006 году вице-президент Российского Союза промышленников и предпринимателей. С марта 2008 года член правления Института современного развития. С 2009 года профессор высшей школы экономики. С 2012 по 2019 год член комитета гражданских инициатив. Женат, дочь Алина – кандидат экономических наук, сын Константин – маркетолог, бизнес-аналитик. Вы сказали, что ваш родственник был послом Израиля в России. Ну, это родственник, моя сестра родная, ее муж. Вот это двоюродный брат моего зятя. И он был послом, это Алик Мильман, это был известный посол, мне кажется, был очень успешный посол. Я помню в свое время, когда только отношения восстановились между Израилем и Советским Союзом, потом Россией, он приехал политическим советником. Ну, или там был завполитическим департаментом посольства. Я ему тогда сказал, Ягу, Алик, ты вернешься сюда послом. Он, конечно, мне не поверил, но он вернулся послом. Но, на самом деле, ваши предсказания сбывались все. И поэтому по поводу посла это одна маленькая талика, как правильно говорить, кстати, на грамоте.ру правильно говорить талика, а не толика. Ваших предсказаний, но об этом мы поговорим позже. Андрей, ты что-то хотел спросить? А он в Израиль попал, наверное, в самую первую Алию, да? Да, да. В 70-е. Это Львов, это Львов. Я же сам из Львова. И это тоже семья Мильманов. Она уехала где-то в 70-х годах, когда только открыли такую возможность. Ну, вообще, это легендарная семья, на самом деле. Потому что их отец, его и там сестра, он был участником Великой Отечественной войны, вернулся инвалидом. У него, по-моему, не было ноги или руки. Ну, в общем, он тяжелым инвалидом вернулся и стал очень известным адвокатом. Во Львове очень известным адвокатом. И вот когда открыли выезд, он был членом партии, естественно, когда открыли выезд, как Алик рассказывает, он взял всю семью, просто снялся и очень успешная была семья. Он успешный адвокат. Мама у него была очень известной учительницей. Ну, они поехали и он рассказывает тоже такую историю любопытную, когда они в Вене приземлились, ну, тогда же через Вену, там было две дорожки. Одна в Сахну, то есть в Израиль, другая в Соединенные Штаты. Весь самолет пошел в Соединенные Штаты, а их семья пошла в Сахну. Вот так. Олег мальчиком, мальчиком, он так попал в Израиль и сделал карьеру. Неплохую. Нам Шафутинский рассказывал историю, как он репатриировался в Израиль, тоже через Вену, а, в США, тоже через Вену. Он говорит, гостиница, мы нас привезли в гостиницу, значит, накрыты два стола. Огромный зал, как этот, накрыты два стола. Один, роскошный, прямо ломится, чуть ли не экран на столе. Напротив стол совсем простой, какие-то печеньки, перекусы, вафельки, чай из пакетиков. И сын маленький, он говорит, сразу потянулся, не ели, стресс улетали из-за железного занавеса, но сразу потянулся к столу тому, что побогаче. Он говорит, нельзя, вы куда? В США? Вот ваш стол. А этот для израильтян, даже выше. Это сахнул. Да, да. А откуда было сложнее репатриироваться? На ваш взгляд, из Москвы или из Львова? В принципе. Мы-то знаем в то время. Нет, в то время. Нет, вы знаете, я про Москву сказать ничего не могу по очень простой причине, потому что мои родители, вот мои родственники, которые были во Львове, там сейчас никто не остался, они репатриировались из Львова. Ну просто Львов всегда был как бы больше иностранных, потому что, ну это... Нет, проблем не было, но это был уже конец 80-х, когда проблем не было никаких, просто нужно было подать заявление, документы, и все. И они получили разрешение, мы их провожали в Киев, и они улетали из Киева в Будапешт. Был другой маршрут. Я уже жил в Москве, да, потому что я в 75-м году, в 70-м, точнее, поступил в Московский университет после Львова, и уже после этого во Львов уже не возвращался. Поэтому я наблюдал, конечно, как люди уезжают из Москвы, и я был на этих вечеринках, ну знаете, когда знакомый. Отвальные, да, было такое несколько раз. Ну, понимаете, вот, где... Это был тоже конец 80-х, и это уже была тоже не проблема. Из Москвы, из Львова, там, из Киева, откуда хотите, тогда уже не было проблем. Что касается отказников, да, вот то, что было в 70-е годы, кого не пускали, ну, я некоторых из них знаю, но эти люди уже живут в Израиле. Я их не знал, когда они жили здесь, но у меня были, конечно, интересные эпизоды в студенческие годы. Я и группа моих друзей, евреев, кстати говоря, тоже любопытно. Мы ходили вообще в синагогу, допустим, на Пасху, на Пейсах. А в каком году? 72-й, 73-й год, мы ходили на Пейсах, и это было очень любопытно. Там же собирались вот на Горке, вот это, на Китай, на Спасо-Глинищевском переулке, да, Китай-город, вот, и это был 72-й, 73-й год, и мы, конечно, сильно рисковали, потому что... Могли очислить. Могли очислить. Ну, вот как-то вот не случилось, потому что мы приходили, там собирались, кто вы знаете, вы помоложе, ты это постарше, ну, очень большая толпа, несколько сот человек, прямо на улице, на улице, перегораживали, по сути, вот этот узкий переулок, приезжала милиция, которая кричала, вы мешаете движению транспорта, все там пытались как-то вот в эти тротуары узкие вместиться, потому что в саму синагогу, где происходила служба, ну, как-то, вы понимаете, людям было это не так интересно, реально верующие люди были там, но их было не так много. А тут и шедух, и квартиру продать, и поменять. А тут, а тут, да, и невесты, женихи, это все было, это все было, да. Вот, но именно вот на Пейсах, и вот там собиралась вот толпа, и потом милиция начинала оттеснять вот людей вниз туда, к метро Китай-город, и наверх в сторону Моросейки. Ну, я помню, нас как-то оттеснили вниз, и мы как-то вот потом, что-то, нас так вытестили, что мы оказались чуть ли не в районе Красной площади, довольно большой толпой, но несколько десятков человек, но как-то все было, сейчас вспоминаю эти времена, ну, никого не забирали, возможно, фотографировали, не знаю. Ну, вот, я несколько раз абсолютно пассивно, но для меня это было принципиально важно, почему? Потому что, парадокс в том, что во Львове еврейской жизни не было. Я вот уехал в 70-м году, не было даже синагоги. В синагоге во Львове, ее передали, очень хорошее, красивое здание, такое, ну, в общем, ценное здание, передали при Хрущеве институт физкультуры, и там устроили, представьте, физкультурный зал, то есть там люди играли, там, баскетбол, и так далее, не было даже синагоги, и я, конечно, еврейскую жизнь практически не знал, хотя папа у меня, мама, они говорили на идише, и папа Хедер заканчивал в свое время, но они как-то все-таки жили такой советской жизнью, советской жизнью, вот, а когда я приехал в Москву, я вдруг увидел синагогу, вот эту, на горке, да, ну, была еще маленькая роща, вот эта маленькая, еще тогда маленькая, деревянная, я застал-то, но как-то вот горка была ближе, да, и как-то ради интереса, потом я встретил вот студентов, коллег тоже евреев, и тоже, они были из провинции, на самом деле, не московские, и у нас была такая тяга узнать, а кто мы такие вообще, это удивительно, да, казалось бы, уже взрослые люди, нам было по 18, 19, 20 лет, да, и тут вдруг вот у меня началось такое открытие, это еврейского мира, я первый раз вот реально попал в синагогу, когда попал в Москву, стал студентом, то есть реально зашел в это здание, увидел все вот эти вот там, вот там, тара там, ну в общем, весь этот вот уникальный, совершенно вот эту атмосферу, это было интересно для меня, вот, так что, вот такая положительная, но с отказниками, с людьми, которые там изучали евреи, и за это наказывали, вы помните там же, вот кстати у меня в моем институте, где я работал, в экономическом, я его не знал, но был человек, которого потом арестовали, за то, что он оказывается организовал подпольные курсы изучения еврей, был человек, он потом уехал, это серьезно, он потом, да, он потом уехал в Израиль, но я с ним был не знаком, я потом за этим числом узнал, что оказывается работал, ну был большой экономический институт, при Гасплане, вот, интересно, а если бы он идиш преподавал, наказание такое же было? Ну, идиш все-таки в советское время считался официальным языком евреев, издавался журнал «Советиш Геймланд», мой папа читал, он выписывал, у меня вот отец просто свободно читал на идише, я ему даже помню, я был в командировке еврейской автономной области, да, был в Биробиджане, мне папа говорит, ну купи газету «Биробиджанр Штерм», я, значит, я привез ему несколько номеров, ну я знаю, сейчас она выходит или нет, но вообще это еврейская автономная область осталась, но мне, кстати, произвело глубочайшее впечатление, я заезжал из Хабаровска туда, то есть, и там Амур, да, и вот эта граница, вот Хабаровский край, а вот еврейская автономная область, она была в составе Хабаровского края тогда, ну все, и вот ты переезжаешь на поезде этот мост, идет первая, знаете, такая платформа пригородная для электричек, и там название этой платформы по-русски и наидыше, но меня это произвело совершенно… еврейскими буквами. Да, 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 еврейскими буквами, все, но мне это произвело совершенно какое-то колоссальное впечатление, то есть Советский Союз, и потом я когда попал в Биробиджан, там они какой-то готовились к юбилею еврейской автономной области какому-то, и там на стадионе, я помню, попал на репетицию, какого-то концерта, и там молодые девушки изображали сёстры Берри, пели вот эти песни местечково-идышские, ну, как-то наидыши, которые, собственно, были, и потом я заехал туда, уже такой город Облучье, есть еврейская автономная область, уже на границе Самурской области, я там в местных спросил, сколько у вас евреев в городе Облучье вообще живет, он говорит, один, кто? Первый секретарь рекомпании, но это была леетская национальная политика, я к вопросу, что и дыш был вполне официальным языком, был же театр, да, вот здесь, в Москве, театр Шалом, Шалом, да, который делал спектакли на и дыш, все, иврит был, безусловно, под запретом, ну, под неофициальным запретом, потому что это ассоциировалось с Израилем, с Израилем, понятно, израильская военщина, да, какие были отношения, анти-сионизм, анти-сионизм, там, всякие прочие дела. Где вы взяли газеты? Бирбиджан-Арштерн, в киоске, я просто, я просто, это не был вторым шоком, шоком, в киоске, газете, ну, один из шоков, ну, я же, журнал «Советишь Геймл», он тоже держал в руках много раз, я, правда, не читаю на Идыш, я не знаю этого языка, родители не считали нужным меня, вот и мою сестру, обучать Идышу, хотя, они между собой, когда хотели, чтобы мы не понимали, они говорили на Идыш, вот, они считали, что, ну, видимо, так подспудно, что какие перспективы у человека в Советском Союзе, который знает Идыш, зачем, ну, это русский изучает, ну, английский, может быть, ну, русский, поэтому, нет, особого шока не было, поэтому, я знал об этой газете, пришел, купил несколько экземпляров, привез отцу, он был очень доволен. Когда мы готовили профайл к интервью о вас, я не нашел информацию про ваших родителей, расскажите, пожалуйста. Можно Евгений к вам обращаться? Да, конечно, ну, вообще, в Израиле, евреи, все обращаются друг к другу по имени и на ты. И на ты. Да, так что это надо понимать. Ну, как, у меня простые родители, абсолютно. Я первый человек в семье, который получил высшее образование, тем более докторскую степень. Вот, так полноблагодарим, конечно. Ну, отец у меня из Винницкой области, из городка, такого, Тростенец, мой дед, погиб в Тростенецком заменитом погроме в 19-м году, ну, вот, когда всех взрослых евреев в местечке Тростенец, зашла такая банда Денисовцев, я читал, есть подробное описание этого погрома, он такой, хрестоматейный, что во время Гражданской войны зашла банда, вот, они назывались Денисовцы. Ну, это что-то близко вот к этим Петлюровцам, там, всяким и прочее, ну, они всех взрослых мужчин, мужчин-евреев, они просто согнали в синагогу и сожбили. Ну, вот так. Это было, ещё ребёнок, у него был старший брат, вот, он с матерью, они остались сиротами, вот, поэтому, как бы, жили, вы сами понимаете, как это было при советской власти и в 20-е годы, когда там, ну, семья была ремесленная, на самом деле, они были скорняки и они были жестянщики. Семья была очень большая, потому что следы моей фамилии Гонтмахер, вообще, если вы такую фамилию у кого-то увидите, вы спросите, откуда ваши дедушки и прадедушки, они скажут, что из Ренинской области. То есть, это какой-то, вот, видимо, есть какой-то корень, это же фамилия произошла от ремесла, потому что Гонт, это вот такие деревяшки, которые вот на юге Европы, это же, видимо, идёт от Австро-Венгрии, вот оттуда, крыши укладывали, вот, есть крыши укладывают такими керамическими, черепицей, да, а есть крыши, которые укладывают такими деревянными, маленькими дощечками, это называется Гонт, отсюда украинские фамилии, Гонтарь, там, Гонтарук, Гонтаренко, там, и так далее. Ну, понятно, Махер это тот, кто делал вот эти вот вещи, и прочее. И вот, видимо, вот, и очень большая была семья, там были, не знаю, десятки, братья и сёстры, ну, как положено, в еврейских семьях, местечках, было же много детей, вот, и отец у меня оттуда, он потом получил профессию, ну, которая только была возможна, как сирота, как они выживали, я не знаю, он рассказывал, в общем, ещё голодомор же был в Украине, тогда, в начале 30-х, он их коснулся, что его любимым блюдом было, когда мама им давала кусок хлеба, поливала подсолнечным маслом, это, собственно, была такая еда. Вот, ну, он перед войной, он стал токарем, токарем стал, работал в Одессе на заводе, простым токарем, ну, потом ушёл в армию, в 39-м году его забрали, ну, когда ввели призыв, в 39-м году в Советском Союзе, отца забрали, и он так до 45-го года воевал, ранен был много раз, много орденов, всякий получил, так и так далее, вот, а после войны его расквартирали в городе Львове, его дивизию, он был офицер, А какого года отец? Он 18-го года рождения, 18-го года рождения, вот, я поздно родился, ему было 35 лет, когда я родился, а мама была совсем молодая, мама была 20, а мама у меня... Наш человек, наш человек... Подождите, а мама? Мама у меня из Польши, она тоже польская еврейка, она из Хелма, есть такой польский, знаете, город сейчас, но папа всегда шутил, что хамские евреи, они самые такие, вредные, но вообще известно, что самые вредные, но это, конечно, анекдот, галицийские евреи, ну, собственно, я к ним, видимо, отношусь. Но ведь 15 лет разницы, а чем он? Война, война, отец воевал, и вы понимаете, он ушел в армию, ему был 21 год, то есть как бы жениться, но не сложилось. А пришел уже под 30? Ну, он пришел в 45-м году, точнее, его уже распределили, он был военнослужащий, он был капитан, потому что во время войны он закончил 3 месяца, тоже мне рассказывал, вот это военно-политическое училище, из дивизии нужно было отобрать одного человека, и отобрали его, он мне всегда говорил, как человек с такой фамилией, взяли, отобрали, вот учиться, вот в эту, ну, на комиссар, он же был зам, он воевал, он был зам командира минометного батальона, то есть сам таскал эти минометы, расстрелял там по политчасти, то есть политруб батальона, ранен был много раз, много раз, много раз, да, он вообще инвалид Великой Отечественной войны был, но он умер, к сожалению, поэтому у него рука не сгибалась, у него ноги все перебиты, причем после войны, когда он решил уйти из армии, никогда, по-моему, не хотел в армии дальше служить, единственная специальность, которая ему могла бы быть, это, можно сказать, тебе надо сидеть, и плюс то, что он был токарем, у него была фезушная специальность военная, он решил стать часовым мастером, и собственно вот так всю жизнь до своего отъезда в Израиль во Львове работал часовым мастером, был очень хорошим часовым мастером, сам часы собирал, в общем, рукастый был, рукастый был человек, мы с ним шли по городу, все-таки Львов, его все знали, 700-800 тысяч человек, такой маленький город, если не здоровались, тем здоровы, это мне всегда очень нравилось, часовой мастер большой человек, там было много часов мастеров, но отец, он работал, даже там была такая фабрика по ремонту сложной бытовой техники, формально, которая объединяла, они же сидели, если говорить по-нашему, они были самозанятые, у них были будочки, ну как сейчас вот сидят, люди по одному, по два, у них был собственный бюджет, это была вообще свобода экономическая, он должен был сдавать определенный план на этот завод, остальное это было его. Но это как дом быта, да, он в этих точках работал, так я к чему, что он был секретарь парт-организации вот этого большого завода, по ремонту сложной бытовой техники, не только часы, там всякие, не знаю, холодильники ремонтировали, и так далее, то есть отец, как бы для него, он в партии уступил во время войны, и вот это его комиссарство, оно все-таки, хотя он не был фанатиком коммунизма, это понятно. Спасло, можно сказать. Ну, после войны, одно время у него не было работы, во время вот этих известных, вот эта борьба с космополитизмом, то есть человек, у которого не было никакого образования, ничего, как моего отца, семь классов хедера, и вот это трехмесячное училище во время войны, которое, например, три месяца и на фронт. Вот, да, и он, его тогда сняли с должности, но это было еще до моего рождения, его сняли с должности, секретаря парткома, уволили, и он там, вот или два, просто не работал. То есть, подождите, про оброс об этом говорите? Человек, который в 21 год, в 39 году, ушел на фронт молодым мальчиком, который прослужил 6 лет, против 4, больше 6 лет, который всю молодость отдал. Он ушел в 46, что ли, с ним, как бы, да, ну, еврейские дела, но, слушайте, борьба с космополитизмом, она коснулась моего деда, с другой, с материнской стороны, потому что тоже очень интересная была фигура. Да, это коснулось, даже вот людей таких простых, которые не занимали никакие должности, ничего. А отец с матерью познакомился в каком году? А вот как раз они познакомились где-то в 46 году, потому что отца расквартировали во Львове, и офицеров же тогда размещали по квартирам. Его разместили в квартире моего будущего, моего будущего деда, потому что, повторяю, моя мама, она из Польши, она 33-го года, дед у меня с ее стороны, Герш Хаймович, ну, Герш, Малец, он был один из деятелей коммунистической партии Западной Украины, был настоящий коммунист, настоящий коммунист, и вот он в Польше вел революционную деятельность, мне из архивов польских прислали, был до падения советской власти, в Варшаве же был музей Польской Объединенной Рабочей Партии, то есть их компартии, и там деду был посвящен целый стенд, он пять лет отсидел в тюрьме, реально, в Польше, вот в этой, был Пилсудский, причем, его когда арестовали, его пытали, его под ногти иголки загоняли, и так далее, то есть он был настоящий твердокаменный коммунист, и в 1939 году, ну, он, в общем, сделал правильный выбор, потому что он смог забрать свою семью, то есть свою жену, вот мою маму, у нее была сестра-близнец, кстати, у моей мамы, вот, и они попали в Советский Союз, потому что, если бы они остались в Польше, все мои родственники с той стороны, которые остались в Польше, понятно, они погибли в Холокосте, они погибли, видимо, в Треблинге, потому что они жили, вот Хелм, Люблин, и вот евреи оттуда, я тоже, но я бывал там в этих местах, мне рассказывали, все евреи, вот из этих вот мест, они попали в основу Майданок и Треблинг, вот эти два лагеря смерти, где именно вот эти евреи были неосвенцем, вот там, они были уничтожены, вот, поэтому, в этом смысле, деду повезло, деду повезло, что он сделал такой, в общем, правильный выбор, он попал в Советский Союз, и после войны, после войны, его тоже под осределение партийное, он во время войны, дед водил поезда на фронт, ему, кстати, не давали Советский Паспорт, потому что Коммунистическая партия Западной Украины была очень подозрительной, Сталин вообще ее гонял очень сильно, там были тоже репрессии, они считались фринвизионистами, но он, слава богу, во время войны, ему разрешили водить поезда, после войны, ему дали Советский Паспорт, и распределили, тоже во Львов, он работал начальником станции Львов-Товарной, тоже человек без образования, без ничего, работал вот, и вот в его квартиру вселили моего отца, который был офицер, он там разместился, и он познакомился с моей мамой, 27 тогда, да? Ну, получается, ему было 27 лет, а моей маме было там, ну, она была подростком, вы понимаете, она 33-го года, она жива до сих пор, слава богу, 33-го года рождения, мазл топ, мазл топ, здоровья, здоровья, живите долго до 240, скоро будет, вот в этом году 89, скоро будет 90, хороший возраст, да, да, молодец, полного здравия, все нормально, так вот, они там и познакомились, ну, вы знаете, отец фронтовик, там, раненый, там, отец такой очень красавший, как вы, высокий, нет, дед, он небольшой рост, я, нет, отец был симпатичный, я, кстати, на него похож, так я смотрю на себя, сам на себя смотрю, нет, это материнская сторона, мама выше отца, роста была, и вот материнская линия, там, вот дед у меня, с той стороны, я его застал, вот этого своего деда, Герша, он был высокий, я думаю, что я оттуда, а отец у меня был невысокого роста, черненький такой, вот, не был седой, до самой смерти, отец у меня умер, ему было 78 лет, уже в Израиле, у него не было и годного седого волоса, видите, у меня тоже, мне все говорят, что ты что, ты со мной красишь, я говорю, да нет, вы что, я что бы красил, вы обо мне плохо думаете, я был бы седой, ходил бы седой, вот, у меня, правда, борода седая, и поэтому регулярно брею, у меня все седая борода, вот, поэтому нет, я скорее внешне, внешне, вот лицом, похож на отца, вот, и, они познакомились, была, вот, смотрите, какая разница, то есть, отец говорит, что так как было две сестры, близняшки, но они были не похожи друг на друга, они были разнояйцевые, моя мама Терл, а сестра ее Власара, и вот он, говорит, я же выбирал, подождите, он выбирал из двух, но он так шутит, что он думал, когда они повзрослели, кого из них взять в жены, и в 16 лет он взял мою маму в жены, в 16 лет, а отец, когда ваш папа попал в этот дом, это дом или квартира была? Это квартира была, как встретил их дедушка? Ну, это я не могу сказать, они это кто? Он не один был там? Нет, отец был один, кого там разместили, причем их была группа, как отец рассказывал, еврейских офицеров, почему-то, их было несколько евреев, которых почему-то вот отправили во Львов, чтобы они там продолжали службу, там были какие-то части стояли, ну и их вот расквартировали, вот таким вот образом, нет, нормальные были отношения, но как только папа мой женился на моей маме, которой было 16 лет, они уехали, то есть они их съехали, они уже с дедом не жили, так что они не жили. А отношения у отца с дедом, это получается... Ну, это его тесть, это мой дед, да, который умер в 73-м году, на самом деле, мы с ним, у нас с ним были, вот у меня с ним были особые отношения, очень любопытные с дедом, у меня сильно повлияло, на самом деле. Нет, были нормальные отношения, абсолютно, ну, я как бы, ну, нормальные, но дед был твердокаменный коммунист. Вы знаете, у меня одно из воспоминаний детства, там же во Львове, ну, как и во всех городах Советского Союза, 7 ноября же были эти парады, там, да, и в том числе, там есть, там, такая центральная улица, там память Клинина, около оперного театра, кто был, знает, сейчас его уже нет, его, естественно, снесли, у нас была память Клинина, и там по этой улице шли, шла демонстрация, там была колонна старых большевиков, и я вот с родителями стоял, смотрели, и шла колонна старых большевиков, шел мой дед, он был официально членом партии с 24-го года, и был персональный пенсионер республиканского значения, то есть Украина, не союзный, но республиканского, имал всякие льготы, и рядом с ним шел вот друг, матроса Вроры, можете представить, ну, это, это, конечно, я сейчас думаю, это полуанекдот, но он шел в такой, знаете, без козырки, где было написано, крейсера Врора, представьте, что такое было для нас, для вот мальчиков, девочек, нас же учили, что крейсера Врора, что тебе снится, это же революция, это вот штурм зимнего дворца, там мы же все, и шел вот живой, вот этот матрос, с крейсера Врора, и мой дед с ним дружил, вот, поэтому, да, дед реально в это верил, он, кстати говоря, когда я был уже в старших классах, он мне сказал, а ты не хочешь капитал почитать Маркса, тебе же экономика вроде нравится, ну, мне нравилась экономика, я говорю, ну, давай, и он мне взял из библиотеки, какой-то принес мне этот капитал, я действительно почитал, ну, первый том, классический, я его почитал с большим интересом, на самом деле, потому что, ну, любопытно, я, как сейчас помню, до сих пор стоит на, я в этой книжке чернилом подчеркивал какие-то самые интересные для меня места, ну, дурак, вы понимаете, книжка библиотечная, а я там, я помню, деду отдал, и дед, как это увидел, он побледел, потому что ему нужно было отдавать библиотеку, вы не представляете, а там вот, по метке его внука, какие-то там все это дело, вот, так что, нет, отношения были у нас нормальные, мы просто жили отдельно, но вопрос в том, что, отец, мы видим, был не очень деловой человек, в таком шоком смысле этого слова, достаточно добродушный, вот, тогда можно было, вот, когда они с мамой отделялись, да, ну, они женились, им нужно было жить отдельно, конечно, а во Львове было, в общем, много пустующих квартир, тогдашним, послевоенным, потому что, ну, вы понимаете, кто жил до 39-го года, точнее, до 41-го года, да, кто жил во Львове, это были поляки, это были евреи, ну, и были украинцы, да, вот, ну, украинцы, они были на таких, ну, типа, обслуживающих должностях, дворники, там, повара, уборщики, домоработники, и так далее, вот, а так, вообще, это был польско-еврейский город, ну, это была Польша, да, ну, во время войны, вы сами понимаете, что евреи всех уничтожили, потому что Львов, это, конечно, место, где было очень много, всяких, вещей, вы знаете, погром был, чуть ли не вот, до вхождения, до вхождения еще немецких войск, известный львовский погром был, когда советская армия ушла, немцы еще не зашли, и местные украинцы, они, в общем, это все задокументировано, они устроили очень жуткий еврейский погром, с убийствами, с насилием, со всеми делами, ну, и потом это все продолжалось, там, там концлагерь был во Львове, вот, то есть евреев там не осталось, а после войны, и поляки многие уехали в Польшу, вот, и город стоял полупустой, на самом деле, можно было взять хорошую квартиру, ну, это через органы местного самоуправления, официально заявиться, ну, надо было договариваться, как-то, видимо, там, это было, может быть, не очень просто, но это можно было сделать, там жилой фонд в центре был очень неплохой, все-таки, это европейский город, это же не город, вот, российский, как мы себе представляем, это европейский город, с хорошим квартиром, но отец, как-то, короче, мы жили, отец получил комнату, 14 метров, ну, это такое типовое, типовое, такое южное жилье, знаете, вот, этого дома уже нет, он снесен, это двухэтажный дом, и вот на втором этаже такой длинный-длинный балкон, в воде, если так принято, да, 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 и вот во Львове тоже, хотя это во Львове была редкость, но тем не менее, вот шли балконы, вот внутренние, да, потому что фасад выходил на улицу, это был улиц Коперника, в самом центре, и вот на этот балкон выходили комнаты, их было штук 10, вот одна из этих комнат была наша, 14 метров, а в квартиру не через подъезд, а за... заходишь во двор, потом по лесенке поднимаешься, внешней лесенке, заходишь на этот балкон, заходишь вот в дверь, в эту комнату, но, извините, удобство, одни на весь балкон в конце, горячей воды не было, то есть надо даже зимой выходить на улицу, чтобы... туда и холодная вода только в Крайне. И вы это все помните? Ну, я до 17 лет так жил, я отсюда уехал вообще в Московский университет. А очереди были? Ну, бывало, 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 бывало. Расписание? Расписание? такого не было, это вы помните, какие-то ленинградские времена, в Ленинграде, да, известные коммунальные квартиры, там кое-где это было, да, очереди, там кто убирает, нет, этого я не помню, такого, ну, чтобы на бумаге это было, этого я не помню, но мы жили 14 метров, значит, родители, я и моя сестра, которая в 60-м году родилась, вчетвером, то есть у меня, например, не было письменного стола, вот я в школу ходил, я, собственно, там и уроки делал, то есть я вот никогда дома, я даже, ну, был такой, я вот не мог себе друзей привезти из школы, потому что, ну, куда было приводить, ну, было такое дело, скучно, все это было, в баню ходили с отцом раз в неделю, потому что нужна была горячая, но у нас в комнате был очаг, то есть такая была горелка газовая и такая, значит, чугунная плита, на которой мама делала еду, это было в углу этой комнаты, понимаете. А дровяная? Нет, газ, там была газовая горелка, и вот на этой, наверное, там чугунке мама делала еду, то есть я сейчас вспоминаю, ну, да, в общем, я почему говорю, что я из простой совсем семицы, но мама делала, папа была, квартира была, очаг был, сестра была, но в принципе, счастливая семья, ну, за малым исключением. я бы сказал так, что все, что можно, родители мне дали. В общем, друзья, все будет хорошо и в жизни, и в экономике, и в наших семьях, надо только в это верить. Амэнь. Что к этому добавить? Только наше традиционное еврейское лыхаем за жизнь. Кстати, на прошлой неделе мы в интервью включили новую рубрику лыхаем от героя. И Гонтмахер тоже сказал неплохой лыхаем. Будьте здоровы, наши дорогие зрители, всего доброго на наступающей неделе, пишите, комментируйте, лайкайте и оставайтесь на первом еврейском телеканале. До новой встречи на исходе будущей субботы и на прощение котик. Котик, очаровательный, а? Хулиган? Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Продолжение следует...